11 ноября 2018 года состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В планетарном плане это будет гармоничный день для обоих президентов, как его окрестили день сверки часов. Часы это время. Так какое же время наступает для России и США в ближайшие годы? В данное время для России оно будет характеризоваться двумя планетами. Планета из Сатурна и планета Плутон. Планета Сатурн это планета строгости, дисциплина и порядка. Это будет время закручивания гаек. Власти России будут еще более строже спрашивать со всех фер, со всех структур, которые находятся в их управлении. И с них тоже будут больше спрашивать люди. С них будет больше спрашивать планета Сатурн. Планета Плутон это планета силовых энергий. Силовое давление на Россию будет усиливаться эти два года. Санкции будут увеличиваться. Об этом говорит астрология. Плутон это еще ядерное оружие. И мы сейчас видим такой печальный факт, что США выходит из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия навязывает гонку вооружений в этих видах. Плутон это планета магических энергий, магического воздействия на власти России. Что может противопоставить Россия этому давлению? Давлению США. Сейчас она может сыграть на противоречиях США с ихними партнерами в Европе, в других регионах. А в 2019 году Россия может сыграть на экономических трудностях. 2019 год это будет время экономической рецессии и экономического спада в Соединенных Штатах Америки. Уже сейчас мы видим, что государственный долг США перевалил в 21 триллион долларов. США аккумулирует денежную энергию со всего мира. И они ее используют для целей управления этого мира в своих интересах. И Россия может воспрепятствовать этим целям США. Воспрепятствовать такой политике США. Лично по Путину 2019 год это год также будет годом Сатурна, годом строгости и ограничений его власти. Во-первых, со стороны людей, которые выдвинули его в 1999 году в президенты. Во-вторых, ограничения идут со стороны Запада. Администрации и Конгресс США собирают компромат на Путина, как мы знаем. И несмотря на то, что Путин будет более строго относиться к своим подчиненным, рейтинги его будут падать. По Трампу, кроме Сатурна, на него негативное влияние окажут и планеты Юпитер, и планеты Пултон. Планеты силового давления, планеты давления магических кругов, мы вот сейчас уже видим, по выборам в Конгресс оказывают очень сильное влияние. С лета 2019 года Юпитер, это бизнесмены, проявит свое недовольство президенту. И с осени его власть будут ограничивать. Планета Сатурн будет влиять на ограничения власти Дональда Трампа. Так что же будет 11 ноября? 11 ноября будут рукопожатия, будут улыбки. Возможно, какие-то договоренности по незначительным тактическим моментам. Но в главных вопросах, вот эти противоречия, вот этот кризис отношений между США и Россией, в ближайшие два года он будет нарастать. И перед нами лежит огромная задача перебороть этот негатив, который выстраивает верхушка военно-промышленного комплекса США, нейтрализовать негативные структуры, которые они создают для разрушения мировой стабильности, и преодолеть с помощью позитива, дружеских связей, доброжелательных отношений этот напряженный период. Благодарю за внимание.